Недостатка воды этим летом в Отрарском районе не будет. По словам Айтаханова, благодаря поводкам фермерам удалось собрать 7 миллионов кубов живительной влаги, которая пойдёт на полив 2000 гектаров полей. Аким отметил, что по показателям сельского хозяйства Отрарский район вырвался вперёд и теперь занимает лидирующие позиции. Айтаханов уверен, что за год на посту Акима сделал немало. В планах развивать в районе сферу глубокой переработки сельхозпродукции. Но не помешают ли сбору богатого урожая насекомые вредители? «На борьбу с насекомыми из бюджета выделили 7 миллионов тенге. Наши учёные проведут исследование территории, чтобы выявить очаги массового размножения вредителей. Мы все думаем, что причина размножения в Коксарайском контррегуляторе». Отдельно Айтаханов рассказал о социально-экономических показателях. Выяснилось, что в Утрарском районе трудятся все, кроме 5% безработных, а средняя зарплата работающего населения составляет 118 тысяч тенге. Такой высокий оклад не оставил равнодушным собравшихся на брифинге. На удивление журналистов Айтаханов отреагировал быстро и признался, что сам не считая чужие доходы. «Что-то прибавлять и вычитать в разрезе на район я не могу. Это всё считается на республиканском уровне. Есть специальная система расчёта, которая выводит вот такой индекс на каждый район. Это не входит в мою компетенцию. Поэтому я не могу комментировать эту цифру». Ещё одной новостью стало строительство отеля по евростандарту возле мавзолея Растанбаб. Сумма проекта – 317 миллионов тенге.